Друзья, всем привет! Вы на канале Курок ТВ. С вами, как всегда, я Тёмыч. И мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Так, ну чё, давайте, поехали. Воспоминания возвращаются. Найди таинственное строение и проникните в него. Это строение находится на острове Андрос, на котором мы сейчас и находимся. Ищите в западной части заброшенного леса. Ход закрыт тяжёлой дверью. Ну давайте, запускаем икарчика. Всё-таки где-то, где-то это здесь. Где-то это здесь, только я не могу понять, где. Ага. Так, и что у нас ещё тут? Что-то есть ещё? А вот самое главное, посмотреть и найти, никого ли там нету. То есть это вот эта вот дверь есть, да? Хорошо. Хорошо, без проблем, без... Блядь, стул ебучий нахуй. Поехали. Я готов. Я готов. Сейчас соберу. Всё, побежали. Сейчас быстренько всё сделаем. Что же в итоге находится в этой двери? Непонятно ничего. А у нас тут медведь. Медведь, которого надо разъебать. Что я знаю, так это то, что надо ему въебашить. И будет хорошо. Оп, 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 оп. Аспарту медведя можно? Конечно, можно, ебать, вы спросите. Как это нельзя, блядь? Нихуё-то, агрессивная скотина, блядь. Хорош. Собираем. Блядь, и, конечно, ни хуё себе. Ты заткнись, блядь, орёдом. Ага. Ой, хорошо, как было. Спарта по жопе, блядь. И наказываем, наказываем медведя. Мишка, ты давай-ка нахуй, без вот этих подприколов. А нам сейчас главное с вами... Блядь. А, вот сюда нам надо. Паркур делаю изумительный. Изумительный паркур. Такого вы паркура в жизни, блядь, не встретите. Такой паркур только есть у меня. Вот здесь я. Братанчик, слезь, пожалуйста, ебать. Ты чё? Ооо. Потому что прыгать всё-таки опасно. Просто слезем и всё. Зачем нам? Лишние какие-то приколы. Вот здесь тоже стрыгивает. Ай, хорошо. Блядь. Это что, дверь? Таких я ещё не видел. Да, давай-ка посмотрим, собрать. Старый нож. И Драхму 5. Таких дверей, говорит, не видел он. Ну так давайте. А как вам про него протиснется там? Или, ну, они открываются каким-то образом, я не знаю. Как же мне попасть внутрь? Вот и я о том же, братик. Может быть. Кинжал твой? Думаешь, копьё лё не поможет? Может оно с каким-то фокусом? Я, конечно, не знаю. Но мне интересно посмотреть. Опять воспоминания. Да ебать. Кто здесь? Покажись! Нерешительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна. Но ты не действуешь. Я собирался! Знаю. Но всё решает миг между замыслом и действием. Давай. Копьё Леонида. Ты уже не дитя. Копьё отца это великое бремя, но ты готов. Так Лёня был его отцом? Нихуё себе, блин. Копьё! В нём магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду. Наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином. И принёс величайшую жертву. В тебе его кровь, а ещё его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить её. Отнять её у нас. Я не позволю. Знаю. Ты воин. Если всегда идти вперёд, только вперёд, нас не трогут. Буря грядёт. Значит, пора двигаться дальше. Нихуя они весёлые, блядь. Такой конец света грядёт. Пора нам дальше идти, ебать, типа. Хе, сука, ебать они, нахуй. Семейка, блядь. Она так, блядь, просто сопрепоставила всё, что я подумал, что это... Я помню о тебе. Что я думал, что Лёня его батя. Вот так. Вот это кто же ожидал этого, блядь. Никто. А копьё хуяк, открывай двери, блядь. Вот так вот. Чё за магия, ты спросишь? А я хуя его знает. Я тебе ответил. И что же в этой пещере? Мне вот сейчас интересно стало, что в этой ебучей пещере есть. Есть ли вообще что-нибудь? Давай проверим. Боги, кто мастер? Фломастер? Исследуйте пещеру. Так, надо позылить. Как такое возможно? Ммм, нахуяк. Так, что у нас вот здесь? Как объяснить такое человеку вроде Маркоса? Так, и что? Как? Просто дойти до конца, что ли, получается, наверное? Что сейчас за вибрация у меня была? В гвоздике. В центре что-то светится. Ну вот это что-то светится, да? Взаимодействие. А, копьё. Да-да-да-да-да-да. И там ещё две, получается. Два артефакта, куда вставляется что-то. Надо посмотреть, что. Наверное... Эээ... Б... 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 Что ещё за два артефакта? Кузня активна. Хранс синхронизирует трансляцию. В контакте установлен. Кузня? Почему кузня? Почему загрузка? Почему загрузка опять десятичасовая? А вот эти два артефакта ещё такие другие были. Чё в них может быть? Если тут копьё, может, там тогда лук и ещё что-то? А почему копьё Леонида? Оно же... Оно маленькое. А может, оно же должно, блядь, здоровое быть, нет? Или это дополнительное оружие, типа, у него было? Ну и, блядь... Соня, просыпайся, ёбаный сыр, блядь. Дэймос. Кузня. Нихуя на... Долго же ты была в симуляции. Плейстейшн, блядь, Виар. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Олексиус не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, потенциал невероятный. Но, как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Ты права, мне надо передохнуть, никаких придышек. Ты права, мне надо передохнуть. Хорошо. Но только потому, что и тут есть чем заняться. Нет, просто отдохни. А то начнется просачивание, и ты всех нас убьешь. Потому что примешь захетов или фракийцев. Да брось. Фракийцы, кстати, умеют пировать. И помни, мы команда. Мы будем прикрывать тебя сколько потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в лофте. А Лана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Как ты оцениваешь наши успехи? Что ты думаешь об обновленном анимусе? Кстати, как тебе мой новый анимус? В смысле, наш новый анимус? Это оборудование Абстерго. Я модифицировала здесь каждую мелочь. Это прототип консоли анимуса. Брахманская версия с повышенной пропускной способностью. Портативная, но мощность у нее выше, чем доступно НАСА и ЦЕРН. Как ты оцениваешь наши успехи? Мы подобрались к Жезлу ближе, чем когда-либо. Что думаешь? Да, это очень ценный артефакт. Но другие Жезлы Эдема удавалось найти и раньше. Один из них Никола Тесла взорвал в России, если я ничего не путаю. Это другое. Если то, что я видела в Египте, правда, Жезл управляет не разумом, а законами физики. Времени. С ним можно изменить саму суть вселенной. Но ведь копье у нас, и вроде бы мир пока не рухнул. Просто копье связано с Родом. Леонид, Алексиус и Деймос, в смысле, Кассандра, были с ним едины. Уверена, что Жезл Гермеса подчинится тебе? Нет. Но попадем к тамплиерам, они найдут того, кто с ним справится. Надо сделать перерыв. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Так, и что здесь есть? Взаимодействовать с ПК. Расскажи мне о Геродоте, расскажи мне о книге. Давай, Геродоте. Я знакома с Геродотом, но мало что о нем знаю. Он просто гений. Его история считается основной книгой того периода. Столько ученых сделало карьеру на толкование этих текстов. А возможность увидеть Геродота в обычной жизни... Просто, можно сказать, это мой кумир. Фанатея осуждать не буду. Да! Расскажи о книге. Ну как, данные исследований подтверждаются? Я меняла настройки анимуса, опираясь на тексты из книги. Эта книга — утерянный труд Геродота. Он первым решил вести хроники исторических событий. Все личности подходят под описание. Клеон, Перикл. Ради возможности увидеть прошлое, я и вступила в братство. Многие хотят вершить справедливость и прыгать по крышам, но только не ты, да? Я стала увлекаться историей после рассказов деда про своего деда-ирландца. Моряка и искателя приключений. Так что я продолжаю традицию. Это большая удача. Удача — это миф, помнишь? Мне уже не раз говорили. Мне все понятно. Ладно, работай. Будет что-нибудь нужно, только скажи. Тут много всего, да? Взаимодействие. Орлы — ничего, наручная обезьянка куда круче. Центр вселенной, 400-й год до нашей эры. Греция, хули. Реальность как симуляция. Дело в квебеке. Что за дело в квебеке? Понятно. Себала, ебать-мешай. Это что такое? Жаль, что пришлось идти. Я бы выпила еще Карибу. Карибу. Карибу еще она выпила. Так а что? Тут можно? Давай в анимус. Ты уверена, что хочешь вернуться в анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Да, я хочу вернуться в анимус. Да. Я готова вернуться к Алексиосу. Ладно. Я пригляжу за тобой. Поехали. А что там в комнате в этой бегать? Ну, там почти все посмотрели. Так что мне интересно узнать историю. А то, что она там бегает и смотрят книжки всякие старые, блядь, какие-то. Это все так. Это, я думаю, мы еще успеем сделать. Поэтому сейчас мне главное вернуться к Алексиосу и посмотреть, что там дальше будет все. Загрузка, пожалуйста, по-братски, блядь. Но почему-то такая долгая. Не, реально, зачем так долго типа сделали? Можно было же это все быстрее сделать, но... Уже давно загрузка должна была пройти. Да в любую игру 2005 года зайди и въебать там загрузка, блядь, секундная просто. Хотя у Ассасина всегда вот с этим были проблемы. Реально. Я не знаю, как в Альгале бы. Я надеюсь, что они там загрузкой поработают по мной, что, блядь, очень долго. Я понимаю, открытый мир, все дела, блядь. Прогрузка карты, все остальное, но это... Ну, вот и здесь еще иконочка слева, надо подождать, пока часа два пройдет, и тогда... Вот, отлично. Два часа пиздец бы заполнил. Никого, да? В моем копье сила, культистов ждет смерть. Да, ты что? А вот это что? Это меч. Копье Леонида можно улучшить в кузне. Гефеста с помощью фрагментов артефакта. Улучшение копья увеличит ваш запас адреналина и открывает доступ к более мощным способностям. Убивайте членов культа космоса, чтобы получить фрагмент артефакта. Прогресс улучшения копья можно отслеживать в меню заданий. Хорошо, и что я могу? Что я могу? Почему он у меня сюда? Уровень копья два. Наемники. Что за наемники? Культисты. Раскрыть личности культиста с помощью обнаружения вами подсказок раскрывайте личность культиста, открыв страницу с его описанием. После этого вы сможете отмечать местонахождение культистов на карте. Убивая культиста, вы получаете новые подсказки, которые помогут раскрыть личность более влиятельных культистов. Допустим, могу ли я взять вот этого культиста и показать его на карте? Тринадцатый уровень. Космос хочет знать, какие тайны хранят сердца людей. Поэтому я вырезаю их. Отметить. Давайте же въебем культиста. А чё тогда это? Вы понимаете? Четыре тысячи... Четыре с половиной... Четыре шестьсот км. Блядь. Четыре км и шестьсот метров. Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал задолго до нас. Герандос. Теперь нам надо с ним поговорить. Блин, да не очень долго переть. Интересно, где она находится? У меня десятый уровень, но я общался и захерачил. Я не знал об этом месте. А почему нет? Может, ты знал. Ну, не такой же он, блядь, тупой. Ебать, фантастика так и прет, да, блядь? Чего, блядь, идти в ебу? Кто это был, блядь? Поговори. Давай, спускайся, блядь. Сестра, бля, ебучая. Еще, блядь, выебывается. Типа, крутая такая. Ебать, ты че? Ты думаешь, я не залезу? Это она повыебывается решила чисто передо мной, знаешь, типа смотри, ебать, я крутая. А ты так можешь? Ну, че, давай. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть. Кассандра, ты жива? Не трогай. В нем же сестренка. Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ты че хуела? А ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы. Ты дура. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я могу все объяснить. Я могу все объяснить. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Бля, вот что вот тут выбирать? Это не уланский, но он-то... А тут бы хуй один хуй столкнул бы ее. Правильно? Ты не понимаешь, о чем говоришь. Кассандра, ты слишком сильно ударилась головой, раз так думаешь. Ты грязный обманщик, и я тебе не верю. И меня зовут не Кассандра. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Я тебя выебу своим мечом. Своим, блядь, этим мечом. Боги не подчиняются культур. Не льсти себе. Не боги не подчиняются культу. Не льсти себе. Похоже на легенду. Ее тоже придумал культ. Закрой рот. Или пожалеешь. У тебя был шанс меня убить. Но вряд ли ты сможешь. Это глупо. Нужно найти нашу мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь. То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит хотят убить. Ты не знаешь где она, значит она и тебя бросила. Грустно. Оставь ее в покое. Все же она наша мать. Нас бросили, но мы все-таки выжили. Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья ничто. Мы хотим править миром. Николауса. Я не нашел Николауса. Кто это такой-то, блядь, вообще? Николаус. Я убил Николауса. Одного из нашей семьи уже нет на свете. Я убил Николауса. Вот ты какой на самом деле. Ничем не лучше меня. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду, Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе? Ты могла бы помочь. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети в поисках мамочки. Ты слаб. Мне это не слабость. Это ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность? Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Что нужно к культу от нашей семьи? Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен. Но они смеют. Во мне течет кровь богов. Они думают в тебе тоже. Но поймут, что ошибались. Что задумали культисты? Сохватить твою мать им было мало. Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас, наш враг. И он заплатит за это. Пиздал. Как я? Как ты? Говорят, ты собрался в Афины? Скажи Периклу и его сброду, Что грядет их черед. Угу. Я уничтожу. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность это семейная, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. Ну а хули с ней, она меня сейчас заебажет. Сперва я тебя ударю. Ты по-прежнему моя сестра. И все же мы нашли друг друга. Пиздой, 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 пиздой. Пиздой, пиздой. Да все, оставь нахуй. Я оставь пизду. Все, пошла, пошла ты нахуй. Блака, Геродот. Нужно рассказать ему, что произошло. Во, бля, медведь, ебать, буду тут нахуй сидеть. Ой, обещай, блядь. Толстой, обыш, нахуй. Знаешь, это типа, когда медведь за вами, на вас бежит. Типа, притворитесь, блядь, что вы, этот, что это, вы дохлые, блядь. И на дерево залезьте. Вот на дерево залез, сари, отмачиваешь, блядь. Ищи гол, ебочий. Да хуй ты меня достанешь. Такой сидишь вот так, чисто смотри, блядь. Братанчик, блядь. На, блядь. Слышь, сколько я тебе в рот уже, блядь, попал. На еще, блядь. Ты заебал, ты, блядь. О! Чё, блядь. Отдохни, блядь, заебал. Бля, еще это кто, блядь. Это кабанчик. Бля, ебать зверей, но в мире животных я ебал. Кстати, шкуры, блядь, нужны, нас. Пошел ты, блядь. Сука, блядь. Сука, зацепил, пидорас. Да, ебашил, блядь. Отлично. Стрелы, блядь, кончились. Так, давай-ка на корабль. Барашка, блядь. На, нахуй, с одного удара, блядь. Ой, блядь. Так, все, ладно, тогда бежим. Тогда бежим на корабль. Пацаны, блядь. Я снова с вами, блядь. Так, я могу прокачать. Я шкуру набрал, у меня не было шкуры, поэтому... Я хочу сейчас прокачать. Нельзя. Почему? Почему? Фидор. Геродот, ебать. Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу, я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Оно с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиус, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас. Мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там. Тогда что? Воспоминания возвращаются. Так, хорошо. Ну давай тогда. И что у нас? Тогда нам надо... Погоди. Эти... Эти же... В пиздец. Ори, у них просто эти... Из тени. Связаны задания. Культ Космос угрожает вам вашей семье. Короче, у них тот уровень, я понял. Короче. Пятьдесятый, блять. Так, задание Одиссеи. Копье. Постановить силу копья Леонида можно лишь с помощью части артефактов, которые носят с собой культисты Космоса. Так, тогда что? А что мы делаем? Из тени, погоди. Копье. Куда мы едем? Ашвартоваться. Давай швартырку. Всем приготовиться! Созвращение! Взято несколько заданий. Я, по сути, могу этого, культиста вгибать. Вперед! Держитесь! То есть мне, по сути, нужно еще куль... Понятно. Нужно отгибать культистов. Мне нужно убить культистов, чем мы сейчас и займемся. Так, способности. Я хочу способности. Убийца. Это все бесшумное, да? Удар, в который вложена вся мощь копья. У-у-у! Порош! Можно использовать в бою. А почему... Почему мне этот, говорит, выбрать? А, вот видишь, я тебе говорю. Я тебе говорю, можно. Давай вот сюда. Вот видишь как? А я выбрал. Хорошо. так бля да ладно то есть это вот так навыки надо будет ставить хочу вот с этим бега хочет с этим а хочет с этим на щитом конечно атака но так ладно тогда нам надо ехать она так у ребят извиняюсь а значит он находится у нас вот здесь нам надо налево и конечно могу обижать но лучше поехать налево правильно налево и убрать пару хотя по сути я и так могу пробежать и получится почему и нет можно и там пробежать по прямой вот поэтому давай поэтому давайте так да просто так будет дольше хотя фиг на какую дольше либо так по прямой либо объезжать там просто я смогу на конец а тут пришвартоваться нельзя швартоваться тогда поедем так там не швартануться вот она еще поэтому поедем тогда так побыстрее чего в смысле что это случилось а что-то показал пятнадцатый уровень и а а вот так вот даже разыщи меня в афинах у холма пникс что-то как-то быстро а то есть мы там остановились да давайте тогда мы тоже тут остановимся и продолжим мы с вами следующей серии будем рубить рубить высекать культистов поэтому всем спасибо за просмотр подписывайтесь комментируй ставьте лайки и продолжим следующей серии покеду и и Продолжение следует...